Как начать своё дело и какие подводные камни ждут новичков? Эти вопросы на открытом диалоге молодой предприниматель звучали чаще всего. Встречи с экспертами уделили один из дней 10-го международного саммита стран БРИКС. Своим опытом в ведении бизнеса поделился Сартхал Сингхал из Индии. Основатель премиального бренда чаёв рассказал об этапах развития производства, а не скрывая трудности, с которыми пришлось столкнуться в начале пути. Сейчас продукция компании представлена по всей России. Наши представительства есть в Дейли и в Москве. Во время своего выступления я рассказал слушателям на саммите о нашей революции в системе транспортировки чая напрямую с плантации. У нас очень строгий контроль качества, чтобы покупатель получал в итоге самый лучший и самый свежий чай. Для успешной реализации своих товаров здесь, в России, я думаю, что нужно в первую очередь правильно оценить конкурентов и нишу, в которую вы хотите войти, а потом на полных парусах зайти в этот рынок. В утверждении солидарен и соотечественник Сартхака Акил Макамад. Молодой предприниматель не только смог построить бизнес в России сразу по нескольким направлениям, но и преодолел языковой барьер. Последнее чаще всего вызывает опасения у иностранцев, которые планируют развивать своё дело за границей. Импорт-экспорт. Мы сейчас планируем запускать декор-бренд Вая. Это индийская продукция для дома. Без сложности никто не может сделать бизнес. У нас говорят, если ты не можешь рисковать, ты не бизнесмен. Даже если идей много, а вариантов их реализации пока нет, важно не сдаваться, а больше времени уделить изучению потенциального потребителя и площадки для реализации продукции. Такое напутствие дали и другие эксперты саммита, в их числе предприниматели из Ирана Мехди Салтани. Я являюсь экспертом в строительных материалах из Ирана. Мы поставляем свои компоненты в Россию. При этом партнёрство у нас взаимное. Россия также помогает нам со строительными материалами. Из России мы экспортируем песок и щебень в течение последних двух лет. Результатом открытого диалога стало желание делегатов развивать своё производство в России и в частности в Ульяновской области. В этом плане инвестиционный климат региона располагает к новым проектам. Образовались ниши. После ухода одних, как говорится, свято место пусто не бывает. Ушли одни, заходят другие. Для кого-то это уход, а для кого-то это новая возможность. Напомним, в этом году саммит БРИКС объединил больше 200 лидеров из 10 стран, среди которых Бразилия, Китай и Саудовская Аравия. Программа встреч рассчитана на 4 дня. Её итогом станут новые совместные проекты по нескольким ключевым направлениям, включая образование и спорт. Александра Никитина, Константин Никитин и Геннадий Бухтояров. Управда ТВ